Сегодня в гостях у программы «Больной вопрос» врач-педиатр Анастасия Дюмьяненко. Мы поговорим о том, как собраться в отпуск с детьми. Не секрет, что хочется взять все и ничего не забыть. Анастасия Владимировна, а все-таки что самое важное? Что вот нужно не упустить? Ну, самое важное – это хорошее настроение, оптимистичный настрой для того, чтобы справиться с маленькими неприятностями во время дороги. Ведь дорога гораздо короче, чем сам отпуск. И вот именно об этом мы и поговорим в студии нашей программы. Вы смотрите «Больной вопрос» на ТВ21+. С вами Янина Морозова. Сегодня поговорим о предстоящем отдыхе. В Заполярье наступает лето, и совсем скоро многие северяне отправятся на отдых. Сложнее всего приходится тем, кто собирается путешествовать с детьми. О чем важно помнить и как сберечь нервную систему, готовясь к отдыху? Расскажем в сюжете. Отпуск с детьми – испытание, так считают многие. На самом деле путешествие с малышами хоть и связано с трудностями, но это время запомнится. Будет много радостных дней. А чтобы сделать путь с детворой более комфортным, просто надо спланировать все заранее. В том числе и взять с собой препараты, которые выручат в трудный момент. Сначала мы планируем, составляем графики. Можно составить чек-лист, в котором будут отмечены препараты, которые необходимо взять. И таким образом вы не упустите из виду препарат необходимый и не положите дважды тот, который уже у вас лежит в аптечке. И не вернетесь к этому вопросу в суете, когда последний день всегда не хватает времени ни на что. А аптечка в отпуске необходима, говорят доктора. Нередко температура, боль в ухе, кишечные расстройства начинаются внезапно, а то и ночью. И довольно небольшой набор средств поможет избежать больших проблем. В первую очередь, конечно, мы говорим про жаропонижающие и обезболивающие препараты. То есть это номер один, который нам нужно. Потому что боль и дети – это несовместимые два понятия. Для малышей лучше сироп, для ребят постарше можно взять таблетки. Есть и комбинированные препараты – парацетамол плюс и бупрофен. У них более широкий спектр действия. Вторая проблема у детей, как правило, это бывает насморк. Насморк, поэтому капли в нос сосудосуживающие мы закладываем обязательно. Где насморк, там нередко и отит, говорит детский утоларинголог Наталья Смирнова. Воспаление уха летом – частая проблема. Перемена климата, слизь из носа, вода, оставшаяся в ухе после купания – вот самые частые причины воспаления. Конечно, нужно брать с собой обезболивающее, противовоспалительное, антигистаминное. Можно даже компрессик сделать, если ушко заболело. Боль в ухе у детей нередко начинается поздно вечером, и лучше сразу принять меры. Помогут капли. Ведь острое воспаление может стать гнойным, и развиться этот процесс способен быстро. Еще одна проблема – кишечные расстройства. Новое место, новое пищевое поведение у ребенка вырабатывается. Отпуск все расслаблены, контроля мало. Поэтому мы берем с собой ацербенты, которые в первую очередь необходимы для малышей. Таблетки, порошки или гель – форма может быть любой. В случае с кишечными расстройствами важна быстрая реакция. Ведь они могут привести к обезвоживанию. А еще обязательно нужны пластыри, обеззараживающие средства. На случай ссадин и порезов, без которых активной ребятне летом обойтись трудно. Аптечку лучше разделить. То есть самое необходимое – это обезболивающие и капли, допустим, в нос, положить в сумочку. А вот, например, остальные препараты можно положить уже в большую кладь, скажем так, в основной багаж. Такой минимум поможет в экстренном случае. В поезде или самолете, в путешествии автомобилем, когда до ближайшего населенного пункта далеко. А еще не стоит забывать, что если необходима консультация доктора, то обратиться к врачу можно в любом городе, в поликлинику или больницу, имея при себе медицинский полис. Не секрет, что почти все мамы подходят сбором в отпуск, крайне ответственны. В итоге подготовка к отдыху становится отдельным стрессом. Все намного проще, говорят доктора, самообладание терять не нужно. А вот подумать о неочевидных, но тем не менее очень важных вещах стоит. Что же это за житейские советы нам сегодня поможет разобраться в гости в нашей студии, врач-педиатр Анастасия Демьяненко. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Здравствуйте, Яна. Ну, я знаю, что вы тоже мама двоих детей. А вот есть какой-то рецепт, который вы вывели на собственной практике и теперь делитесь им с окружающими? Ну, я хочу сказать, что самое главное, это позитивно отнестись к предстоящему отдыху, запастись хорошим настроением, немножечко терпением и быть готовым решить маленькие проблемы, которые встретятся на пути, которые, безусловно, все преодолеют. А вот мы готовимся к отпуску, да, взять хочется все и сразу. А что все-таки самое важное? О чем стоит подумать в первую очередь? Прям вот делай раз, два, три. Ну, необходимо подумать о том, что, во-первых, проанализировать, да, какой у нас ребенок возрастной группы. От этого будет зависеть объем необходимых вещей, лекарственных препаратов, ну и, скажем так, гигиенических вещей. Вот, поэтому, если мы говорим про детей раннего возраста, то есть это до годика, да, то мы все знаем, что это те же самые подгузники, влажные салфетки, антисептики, присыпки, средства для ухода. Вот, также не забываем про медикаменты, допустим, для этого возраста. Может быть, достаточно необходимым в дороге это антигистаминные препараты, потому что детки очень часто, кожа чувствительная, аллергические реакции встречаются достаточно часто. Если мы говорим про детей более старшей возрастной группы, то есть это дошкольники, вот, то, как правило, в принципе, никаких специфических каких-то вещей брать необходимости нет. Но, опять-таки, это антисептические вещества, чтобы можно было обработать руки в дороге, независимо от вида транспорта, которым ребенок вместе с вами будет добираться до места проведения отдыха. Вот, также антигистаминные препараты, жаропонижающие и обезболивающие. Это вот такой, ну, минимум-минимум, вот, который необходимо взять с собой. А перевязочное материало, какой-нибудь пластырь-то прихватить стоит, а вдруг чего? Ну, вдруг чего, это тогда придется собирать маленькую аптечку. Можно разделить аптечку, скажем так, большую и походную. Большая будет в основном в багаже, а походная будет у мамы в Редикюле на НЗС-случай. Вот, как спланировать все правильно? Мы помним, что при поездке к морю, да, ребенку необходимо адаптироваться. Не исключена встреча с ротовирусом. Вот, сколько времени занимает адаптация? И можно ли, кстати, избежать этого самого ротовируса или лучше взять с собой таблетки и уже... Ну, нужно помнить, безусловно, планируя отпуск о том, что адаптационный период у каждого человека индивидуален. Безусловно, особенно нам, северным людям, крайне сложно приезжать, да, перелетать из плюс пяти в плюс тридцать пять. Поэтому, если есть возможность, то нужно распланировать отпуск таким образом, чтобы была постепенная смена климатических зон. И не забывать о том, что период адаптации практически у всех людей длится 14 дней. То есть 14 дней идет период адаптации. И планировать отпуск на море или, ну, в других, скажем так, в горах. Местность их нужно не менее, чем на 14 дней. Иначе просто отдых будет не отдыхом, скажем так. Потому что организму нужно перестроить основной обмен для того, чтобы именно отдохнуть, получить массу энергии, позитива и насладиться морем, солнцем и вкусными фруктами и овощами. К теме того самого ротовируса, который так часто встречается на море, да, и чревато все это обезвоживанием, конечно же, для маленьких детей. Вот как все-таки подойти к этому правильно, да? История очень частая. Когда обратиться к доктору, а когда лучше справиться со своими силами? То есть вот какие симптомы говорят о том, что ну все, пора дойти? Клиника ротовируса достаточно яркая, пугающая. И действительно, он очень часто вызывает быстрое обезвоживание, особенно у детей раннего возраста. Ранний возраст – это дети до 3 лет. Поэтому если мы видим, что многократно, больше трех раз рвота и жидкий стул, то, конечно, ребенку лучше необходимо, точнее, не то, что лучше, а необходимо обратиться за помощью к медику. А что касается, что может сделать мама, в первую очередь, это ни в коем случае не давать молочные продукты. Ни в коем случае. Потому что ротовирус, он вызывает относительную лактазную недостаточность, и любой продукт, содержащий молоко, да, он спровоцирует еще больше ухудшение состояния обезвоживания. Поэтому дробное питье маленькими порциями, 1 чайной ложкой каждые 5 минут – это долго. Скажем так, для мамы может быть нестерпимо долго, но мы же мамы, поэтому мы должны своим детям помогать. И давать ацербенты. То есть, как правило, это смекта, которая удобна в саше, она дозируется прекрасно, поэтому проблем с ней не возникает. Вот очень многих родителей еще интересуют вопросы питания в дороге. Что же взять такое для детей, чтобы и вкусно было, чтобы они ели, не отказывались, и чтобы это было более-менее полезно, не лапша быстрого приготовления, как многие любят? Можно рассмотреть такие варианты, как каша быстрого приготовления. Опять-таки, все зависит от возраста. Здесь повезло малышам. У них есть уже готовые к вытреблению продукты в баночках, которые герметично закрыты, достаточно без, скажем так, специального оборудования могут храниться. Что касается детей более старшего возраста, то здесь можно рассмотреть такие варианты, как запаривать кашу, например, в термосе. То есть взять термос, взять тот же самый кускус. Дети обычно очень, скажем так, если не едят это регулярно, они очень интересно к этому блюду подходят. Он действительно легко запаривается, очень удобно, очень питательно и необычно. Фрукты, овощи тоже можно брать, но, безусловно, их нужно вымыть дома и уложить в пакеты сухими, то есть не влажными. Также можно брать с собой сухари, имеется в виду сухари, которые ванильные сухари. Крекеры, хлебцы, галеты, то есть это тоже все имеет место быть. Еще вот один очень немаловажный вопрос. Одежда, детей, летом. Многие родители вспоминают о том, что у детей, допустим, самого раннего возраста с терморегуляцией плохо, да, оно отсутствует практически. Как все-таки подходить к выбору одежды? Как собрать ребенка правильно? И как следить за его одеждой правильно по погоде? Ну, скажем так, если мы говорим про летний период, то, конечно, должна быть одежда из натуральных тканей. Для того, чтобы ребенку было комфортно, не стесняло движения у ребенка, ничего, обязательно головной убор должен быть. То есть кепка, панамка, косынка, для того, чтобы, опять-таки, создавало тени на лице и предохраняло от перегрева. Одежда должна быть светлых оттенков, да, потому что для того, чтобы отражало солнечные лучи, потому что все, что темное, все поглощает и, соответственно, нагревается. И получается перегрев или тепловой удар. Вот, желательно не находиться на солнце в часы такие вредные, да, то есть это с 12 до 3. Вот, самое оптимальное время тоже после 3, после 4 выходить гулять. Не забывать о том, что на юге, да, во время солнца мы загораем и в тени. Поэтому ничего страшного в нахождении в тени нет. Ребенок в любом случае получит необходимую ему, скажем так, солнечную энергию для синтеза витамина D и укрепления организма. Вот, кстати, тепловой удар, да, не все знают симптомы. Как понять, что все-таки это тепловой удар, это опасная ситуация и здесь можно все-таки обратиться к доктору? Ну, скажем так, все-таки у нас родители сейчас более грамотные и не сказать, что очень часто они бывают, да. То есть тепловой удар – это повышение температуры запредельной цифры, да, то есть около 40 градусов. Нет никакой клинической картины, то есть симптомов ОРЗ. Ребенок вялый, может быть, иногда бывают потери сознания. Ну, я говорю, что это крайне редкие ситуации и думаю, что при правильно организованном отдыхе и внимательной маме таких ситуаций не будет. Спасибо огромное, Анастасия Владимировна, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо за ваши ценные советы, которые, я думаю, пригодятся очень многим нашим телезрителям. Спасибо вам. До свидания. С вами была Янина Морозова. Будьте всегда здоровы и до следующей встречи через неделю в четверг в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова